Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. Последнее время в органах власти появляется все больше женщин. Именно об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, руководителем проекта повышения видимости женщин и борьба с гендерными стереотипами в национальной и местной политике Украины Тамара Огородовой. Тамара, здравствуйте! Давайте для начала напомним вообще о проекте. Что он из себя представляет? Проект реализуется на протяжении уже года на территории всей Запорожской области. И начиная с августа прошлого года проект был направлен на то, чтобы привлечь внимание общества к тому, что женщин на тех уровнях, где принимаются очень важные решения, мало. И для этого проводились круглые столы, для этого проводился гендерный мониторинг, когда мы после выборов 2015 года подготовили гендерный портрет местной власти в Запорожской области. Дальше мы проводили семинары для женщин-депутатов, рабочие встречи, помогали в организации межфракционных групп равные возможности. И в рамках нашего проекта мы участвуем и проводили форум. Большой форум в Запорожской области при поддержке областного совета Запорожского. К нам приезжали коллеги, женщины-депутаты из четырех областей Украины. Это Харьковская, Кировоградская, Винницкая области. И мы побывали в рамках этого проекта во Львове. Знакомились с опытом работы женщин-депутатов, которые во Львове представлены в городском и в областных советах. Так что вот, собственно, та работа, которую фонд «Едний за майбутни» проводил в рамках этого проекта на протяжении более года. Какие основные проблемы вы обсуждаете на ваших встречах, когда ездите туда, обмениваетесь опытом? О чем вы в основном говорите? Вы знаете, в основном женщины обмениваются опытом по той работе, которую они делают и которую они хотели бы усилить. Она касается социальной защиты, вопросы социальной защиты, вопросы с детьми-инвалидами, вопросы защиты прав детей. Она касается вопросов образования и здравоохранения. То есть полностью социальные вопросы, которые касаются и детей, и стариков, и инвалидов, и вопросы социально-экономического развития. Они интересны женщинам. И их интересуют те инициативы, которые проводят женщины-депутаты в разных городах. И вы знаете, обмен опытом дает возможность все то хорошее, что наработано в других городах, привносить и сюда к нам. И буквально один небольшой пример. Когда мы были во Львове, нам рассказали о том, что в ЦНАПе, это центр оказания административных услуг, они сделали комнату, где может мама с маленьким ребенком покормить ребенка, перепеленать его. То есть специальная комната. У нас сразу же наши представительницы местных советов сказали, что они тоже подумают над тем, чтобы это сделать. Потому что женщинам, которые имеют маленьких детей, достаточно сложно стоять в очередях или даже ожидать там небольшое время. Ребенок требует внимания. И такая инициатива, я думаю, она очень интересна. Маленькая, небольшая, но это конкретно для улучшения комфортного пребывания в том же самом ЦНАПе женщины с маленьким ребенком. Ну, как я понимаю, то есть работа проекта связана не только с неравноправием непосредственно самих женщин-депутатов, а именно просто всех женщин. Вы знаете, мы даже не хотели бы говорить о неравноправии. Мы хотели бы говорить о том, что обществу очень нужны и интеллектуальный потенциал женщин. Нашему обществу очень нужна и взвешенность, вы знаете, толерантность женская. Потому что сегодня в стране идет война, и миротворцами всегда были женщины. Потому что каждая женщина, имея мужа, сыновей, она всегда готова договариваться, всегда готова идти на компромисс. И когда мы проводили семинары в Запорожской области, мы обнаружили, что маленькие войны у нас идут во многих городах, где различные партийные силы проводят, скажем, такую политическую борьбу. И не скажу, что она идет на пользу тем громадам, в которых ведется эта борьба. И создание таких межфракционных депутатских групп, где женщины будут садиться за стол и будут договариваться без оскорблений, без всех вот этих перетягиваний канатов, это предложила эта партия. Мы не будем голосовать, хотя это очень хорошее предложение. Чтобы они договаривались, чтобы они потом беседовали в фракции и вносили вот такую миротворческую нотку в работу тех городских, районных советов, где на сегодняшний день партии почему-то не могут поделить власть. На свои семинары вы приглашаете только женщин, либо там могут присутствовать мужчины? Вы знаете, мы семинары проводим для всех депутатов, но, безусловно, наибольший акцент мы делаем на женщин. Почему? Потому что их меньше на сегодняшний день в районных и в городских советах. С другой стороны, женщинам сложнее. Если у мужчины за спиной тыл, женщина, он пришел после работы, в доме убрано, приготовлен обед, с детьми сделаны уроки, и поэтому зачастую у мужчины появляется больше времени на самообразование и развитие. Он может что-то посмотреть в интернете, он может сходить на какие-то партийные собрания, общественные, он может заниматься своим развитием. Женщине это сложнее, поэтому мы стараемся в рамках нашего проекта, безусловно, оказывать поддержку тем женщинам, которые стремятся получать знания в рамках уже своей работы, очень ответственной работы депутатской. Как вы считаете, женщина, которая идет на такие руководящие должности, становится депутатом, она заведомо отказывается от семейной жизни, от радости материнства? Зачастую потому, что женщины ставят, когда себе такую карьерную цель, семья уходит на второй план. Так ли это? Вы знаете, в принципе, разные женщины в разных, скажем, жизненных ситуациях иногда выбирают, допустим, путь карьеры, не только политической. Вот возможно, кстати, вот то, о чем вы говорили, что вот у нее нет тыла. Вот у мужчины есть, а женщина, получается, выбирая карьеру, остается без этого тыла. Женщина просто получает дополнительную нагрузку, очень большую нагрузку. И сегодня во всем мире, вот я приехала только, у нас было заседание Гендерного комитета при ассоциации городов Украины, и оно проводилось совместно с Федерацией канадских муниципалитетов. И женщины-депутатки из Торонто, женщина-депутатка, она рассказывала о том, что у них тоже такие же проблемы, что на сегодняшний день женщина, к сожалению, большую ответственность несет за семью. И поэтому у нее меньше таких возможностей. И они тоже этим обеспокоены, и они тоже этим занимаются. Правда, у них другой уровень. У них сегодня в правительстве 15 человек мужчин и 15 женщин. То есть правительство уже гендерно сбалансированное, гармоничный состав такой. Поэтому женщина не должна отказываться от радости и семейной жизни. Но у нас есть на сегодняшний день женщины, которые становятся профессорами, кандидатами, наукдокторами, сделали карьеру в бизнесе, топ-менеджерами достаточно высокого уровня. И они из-за этого отказались, может быть, и от замужества, и от каких-то, скажем так, мы очень часто видим актрис, которые в возрасте, они отказались, она не родила ребенка, и это проблема. Поэтому это не только в политике. Это буквально в любой отрасли, если мы посмотрим, женщина может отказаться в пользу того, что она хотела бы развиваться, делать карьеру. Но мы как раз наоборот. Мы считаем, что чем большее количество женщин, тех, которые сбалансируют, они не выбирают только карьеру, а не наоборот, они успевают и в семье, и пытаются навести, скажем так, лад, порядок в нашем обществе. Это вот тот, как раз, ну, наверное, та группа женщин, которая сегодня очень нужна в политике. Не те, кто делают политическую карьеру, а именно те, которые занимаются семьей, детьми, которые все прекрасно это понимают, и всю свою заботу, и все свои знания, и свой опыт они могли бы перенести на уровень общественный. Есть такая информация, что вы проводили анализ выполнения закона Украины об обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин. Что показали результаты этого анализа? Вы знаете, очень грустные результаты показали. Мы на наших четырех семинарах провели такой гендерный анализ, насколько выполняется закон Украины. Мы в малых группах работали женщины-депутаты, при том женщины из разных, скажем, с разным уровнем образования, с разной профессией. И мы рассматривали, выполняется эта норма или не выполняется, выполняется или не выполняется. Если выполняется, то как мы это видим, как мы это чувствуем, как мы это понимаем. И вы знаете, абсолютно независимо друг от друга, на протяжении двух месяцев проводились семинары, все пять групп определили, что закон выполняется только на 30%. Это было решение практически всех. И я считаю, что это был очень такой мониторинг хороший. Буквально фокус группами мы определяли, где же не выполняется закон. И как выяснилось, к сожалению, закон не выполняется и на местном уровне. Потому что если государство прописывает своим государственным структурам и государственно-исполнительной власти принципы гендерного равенства соблюдать, то местное самоуправление, строчка в законе написана, что могут принять на сессии вот эту норму, могут принять на сессии вот эту норму. То есть дано на откуп местному самоуправлению. И здесь уже, если заинтересованы руководители, заинтересованы в том, чтобы женщины более активно участвовали, чтобы был востребован потенциал и интеллектуальный, и энергия женщин для развития нашей громады, там, безусловно, руководители будут привлекать женщин и увеличивать их количество в тех органах, где принимаются важнейшие решения для нашего региона и громады. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была Тамара Огородова, руководитель проекта повышения видимости женщин и борьба с гендерными стереотипами в национальной и местной политике Украины. Как говорится, берегите женщин.